Дом Бурханских У нас есть друзья в Куреневском районе. У них шесть приемных детей. И мы ездили к ним в гости, видели, как они общаются. Появилось желание тоже себе взять также детей. Первыми в их доме появились Ира и Илья Камягины. Девчушка оказалась шумной и приветливой. А вот братик молчаливый и очень спокойный. Папа быстро нашел к нему подход. Он сам по себе просто замкнутый, но он лучше меня пахнувшим, как лев. Ему не нужна толпа, ему не для чего нужно, что они все-таки варятся. Папа взялся за воспитание сына. Он вместе с мальчиком делает уроки и проводит с ним свободное время. Маленькая, но рассудительная Ира наоборот привыкла делать все сама. Она очень старательная и ответственная девочка. Когда я была в интернате, там всякие шумы, всякие, ну как бы мешали все. Вот. А здесь вообще, ну когда говоришь, они понимают. Там, например, не мешай мне уроки делать, я занята. Они понимают. Саша и Юра Рыковы в семью попали совсем недавно. Дети сразу всех полюбили. Однажды девочка неудачно пошутила. Сказала братишке, что им нужно возвращаться в интернат. А он сразу заплакал. Нет, не хочу, убежал, спрятался. С самого детства Саша окружила заботой младшего братика. Она знала, кроме нее у Юры никого нет. Вместе играли в машинки, прятки и читали сказки. Обязательно со счастливым концом. И мечтали об одном. Скоро папа и мама придут и заберут их отсюда. Навсегда. Их желание осуществилось. Бегаем по всему дому. Нам уже большое, бегать можно где угодно. Потолок мне понравился, красиво, правда? Путь к сердцу ребятишек оказался не таким простым. Преодолеть его помогли любовь и забота. А также огромное желание Бурханских стать мамой и папой для этих детей. Каждый из них – это совершенно личность, отличающаяся от другого. Даже вот между собой брат-сестра, они брат-сестра. Они все разные. Многого из того, что видят они в нашей семье, они не видели в своих семьях. Поэтому порой они даже не понимают, что от них хотят. Ну, я стараюсь всем объяснять. Папа выработал свою систему воспитания. Когда детей много, она работает просто идеально, уверен Сергей Бурханский. Самое важное – это найти лидера среди ребят и наладить с ним контакт. Мы их пытаемся уберечь от чего-то. Соответственно, они это, дети, быстро воспринимают. И начинают из взрослых ведь веревки. Не надо каждого, так сказать, даже работать порой. Он сам вытянется за лидером. Вот если, допустим, Саша лидер, они за ней идут. Поэтому достаточно объяснить Саша. Найти подход к каждому ребенку помог родительский опыт. В каждом приемном малыше родители увидели отражение своих кровных детей. Младший Юра, которому 5 лет, вот если сравнивать с моими детьми, он больше похож на моего старшего сына в детстве. А Илюша похож на младшего сына. Александра, Юра, Ира, Илья. Когда-то этих ребят оставили, предали и забыли. Но сегодня в их душах опять светит солнце. Они любимы, они нужны. У меня с мамой хорошие отношения. Когда она с работы приезжает, поздно, мы всегда все налетаем на нее, радуемся, что она приехала. Мы ее любим очень сильно, за что она ухаживает за нами, покупки делает, учит нас. Она хорошая, добрая. А девчонка помогает, если что-то не то, подскажет что-нибудь. С ней можно пополтать о чем-нибудь. Улыбку и радость мамы девочки стараются вызывать каждый день. А видеть ее слезы для них нестерпимо больно. Когда у нас недавно кошка умерла, она была очень расстроена. И мы, как бы, вначале подошли к ней в комнату с Настей, как бы успокаивали ее. Сами плакали. И из-за кошки, и из-за мамы. То, что мама расстроена. Серых будней в этой семье не бывает. Дождливое утро становится ярким и солнечным, когда все собираются за одним столом. Им всегда есть о чем поговорить, помолчать и даже спеть. Лекарства от скуки юные фантазеры находят повсюду. Уроки проверяем. Если на каникулах, то планшет поиграем, еще что-то. Если летом, то на улицу в беседку пойдем, там семечки пощеркаем. Поиграть можем, мячик там покататься, побегать там, поболтать. Вот. Уроки друг другу помогаем делать. Проверяем друг у друга. Все вместе делаем. Дети, племянники, друзья. В их семейном гнездышке всегда шумно и весело. Соседи не раз говорили бурханским. У них в доме особая атмосфера. Мы садом называли сразу, как мы только заехали. Павлова, слегка руки Павлова, говорит, у тебя от них дома детский сад. Ну так она и приклеилась. Топ от маленьких ножек по полу. И разбросаны игрушки. Без этого жизнь теряет всякий смысл, считают бурханские. И пусть потребовалось немало времени для того, чтобы отогреть искалеченные детские души. Но это того стоило. Сегодня невозможно представить этот дом без детей. Без приятных хлопот и бесконечно звонкого смеха. Вот оно, счастье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова